В программу комплексного развития республики на 2020-2025 годы включены перспективные направления работы муниципалитетов. Как их планируют реализовать в Цивильском районе в нашем следующем сюжете. В каждом районе свои локомотивные проекты. Они пополняют местный бюджет и позволяют развивать социальную сферу. В Рио главы Чувашии побывал в компании, занимающейся производством дверей. Стабильно работающее предприятие известно на российском рынке. Оно специализируется на производстве межкомнатных дверей. Ее продукция активно экспортируется в страны СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Побывал Олег Николаев и в селе Богатырево. Местная котельная дышит на Ладан. Износ составляет 90%. Зимой она не в состоянии держать нужную температуру. Холодно в школе и в других социальных объектах. Срочно нужна новая. Олег Николаев поставил задачу администрации района в кратчайшие сроки найти пути решения важного вопроса. Он отметил, что современные модульные установки в ближайшие 2-3 года построят по всей республике. И тем самым обновят теплоэнергетический фонд. То, какое решение, на каком этапе принимают, с тем, чтобы мы имели четкий план график обеспечения отопления при заходе в отопительный сезон. В здании Богатыревской школы Олег Николаев провел совещание по перспективам развития муниципалитета. Цивильск – уникальный город, имеет очень выгодное географическое положение и мог бы занять свою нишу в сфере туризма. Глава администрации считает, что здесь можно было создать свой Чувашский Свияжск. Этнопоселение с ярмаркой, ремесленными двориками, старинными трактирами принесло бы в казну немало средств. Среди насущных проблем района Сергей Беккер отметил отсутствие биологических очистных сооружений и давно назревшую необходимость рекультивации свалки, которая сегодня уже переполнена. Проект на работу необходим 3 миллиона рублей, на рекультивацию около 30 миллионов рублей. Администрация Цивильского района предлагает рассмотреть план строительства современного мусоросортировочного завода с первичной переработкой на территории в 5 гектар, которые прилегают к ныне существующей свалке. Они уже есть. И целевое назначение этой земли допускает строительство подобного объекта. Окончательный вариант комплексной программы развития региона будет представлен на следующей неделе на Высшем экономическом совете. После чего ее направят на обсуждение в Госсовет республики. На мой взгляд, программа является поистине народной и разработанной для народа. То есть разработанной народом и для народа. Богдана Дойникова, Андрей Шоклев, Республика.